ПОДПИШИСЬ! Окей, нахи, тему беседуешь. Можешь вопрос интересный? Ясно. Можешь вопрос? Торонто. Да, так и живем. Вопросы есть интересные? Вопросы? Вы откуда в Германию приехали? В Сибирск. Я понял. Так есть вопросы интересные? Тут даже не знаю, надо подумать. Сразу так вот в голову. Ну, хорошо. Естественно, на этом перекрестке... Одно дело закрыл за отсутствием состава преступления, другое за недоказанности, остальные передал по последствиям. Это очень хорошо. У тебя-то вопросы есть такие, нет? Нет. Откуда будешь? Харьков. Серьезно? А что, не похоже, что ли? Нет. Если я был бы с Тернополя, как-то я бы стою на море и говорил, но я же из Харькова. Если ты из Харькова, то я не из Харькова. Ты из Харькова? Ну, скажи мне, какой железнодорожный вокзал находится в районе станции метро проспект Дагарина? Не знаю. Ну, видишь, начни с Харькова. Липовых и Ковчанин. Ладно, есть ли нормальные вопросы? Нормальных нет. Давай успех. Успеха тогда. Верно, да я жалел, где диким хамом. Их надо было в розгайты по людьми. Не, не с вами. Это я... У меня фон шел, я отключил его. Я вас слушаю. Есть у вас вопросы какие-нибудь? Да. Задавайся. Откуда вы? Торонто. Что это за слайд-шоу у вас там? Ну, слайд-шоу. Вот и сейчас идет... Не найдено. Да, сейчас были типа... А что там с Донецкой? Почему с Донецкой? Из Харькова. Нет, вот такая пророссийская слайд-шоу стоит. А что, вы думаете, Харьков менее пророссийский, чем Донецк что-то? Да, я не думаю, я понимаю, что люди, конечно, боятся. Нет, дело... Дело в том, что я вам сейчас объясню. Вот. Как вам зовут? Олег, Олег меня зовут. Ющенко, у вас канал свой, нет? Нет, нет. Ющенко, помните такой президент был в Украине? Конечно, конечно. Ну вот, он, когда развернул эту очередную волну украинизации, насаждение украинского языка, значит, а до этого вот большинство юго-восточных городов приняло, ну, горрады, горсоветы приняли русские как региональные решениями городских властей. Ющенко всех заставлял это отменить. Так вот, Донецк и Луганск подстрелились под Ющенко и отменили. И обратно только при Януковиче сделали в 2010 году. А Харьковский апелляционный суд... А Ющенко действовал через генерального прокурора и подчиненных ему областных прокуроров. А вот Харьковский апелляционный суд оказался более порядочным и профессиональным. Он отклонил требования генерального прокурора и областного и оставил в силе решение Харьковского горсовета о русском языке как региональном в городе Харькове. Вот он пример, вот он пример. Кроме того, просто... Мне кажется, он всегда иду таким более русским. Но именно не за то, что, типа, там, надо забрать его обязательно, то есть... Да, нет, другое дело, что... Другое дело, чисто вот в Россию... В Харькове больше за русский язык, чем... Ну, по крайней мере, немецкий, чем Донецк. В Россию, может быть, хотели чуть поменьше, потому что много народа кормилось от границы. Ну, выгодно, да, близко границы, можно... Я сам понимаю, что там... Можно доехать на велосипеде... Особенно в 90-х, там, в Белгород приезжали на рынки, и наоборот, в Харьков ездили за товарами. Ну да. То есть, за счет этого жили в 90-х, там, куча народа. Я за то, что был мир. Ну, понятно, это логично. Ну, вот здесь... Помахали кулаками, да хватит. Да, кстати говоря... Бывшими соотечественными? Ну, нет, ну, тематика у меня различна. История, наука, железная, железная дорога, да. А вы железнодорожники, я тоже по образованию железнодорожников. Нет, у меня три образования. Третье, как раз у меня два высших, по одному ученному степени, у меня третий, среднеспециальный железнодорожный. Высокая специальность. Техническая эксплуатация подвижного стола. Это фрейм грузового? Ну, не обидает. Просто техническая... Технический ремонт. Технический ремонт. Ну, это... Это имеется ввиду автосцепки, колесные пары, да, в этом этаже. Так точно, так точно. Нет, у меня специальность ЛНП, линейный начальник поезда. Я ездил на самом длинном маршруте в мире. Знаете, какой... Харьков, Владивосток? Да, Харьков, Владивосток. Он в Книгу Гиннесса попал, как самый дальний маршрут пассажирского поезда. Ну, он так и нет. Ну, сейчас его нет, до 12-го года он был, да. Ну, я надеюсь, что вернут. Да я уже надеюсь, да, хватит. Вернут. Как бы наши православные братья помахали пулаками. Другое дело, что... Вообще, когда его закрывали, там говорят, что просто он Харьковом обслуживается, а идет 98% по России. Ну, так отдайте его при дальневосточной дороге, какие проблемы. Заберите от Харькова, отдайте дальневосточной, пускай там формируют. Да нет, взяли, закрыли. Ну, это еще до событий 14-го года, в 12-м году его закрыли. Ну, хорошо, если вопросов нет, спасибо за беседу, жду вас на канале. Естественно, на этом перекрестке... Чуваке не подобаетесь? Артемов, бывший. Ну, и у вас тоже самое. Я каждый субботу на барабашке продавал на... Ну, и... 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 И разморял на мове. И... И разморял на мове. Не, но я тебя разумею. Я разумею вашу мову, сколько я изучал, добросовестно причем изучал. А чему тебе оно не подобает? Ну, а неблагозвучный язык. Ну, кастрирует красивые русские окончания. Вот по-русски лозовая, а на мове лозова. По-русски закамель... По вашей мове лозова, по-русски закамельская, на вашей мове закамельская. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Хе-хе. 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 И здесь на этом перекрестке... Як вам? Цей рамок? Нормально. А вам? У нас... Манить? Манить даже добрый. У нас еще поздний вечер, но неважно. А чого вы пед Украины заходите? Ну, по... VPN ставлю. Я разные сами ставлю. То Россию, то Украину, то Белоруссию. Ну, навещо вы ставите украинскую? Якщо вы не знаете украинскую мову? Откуда вы знаете, что я не знаю вашу мову? Ну, давайте пострекуемся украинской мовой. Мова is understandable for me. Можете говорить на мове, я вас буду понимать. Я вас буду разумить, если не понимаете по-русски. Вы не знаете украинскую мову, вы ставите... Откуда вы... Откуда... В вашем тезисе заложена ложная презумпция? Откуда вы взяли, что я не знаю вашей мовы? Откуда вы возьмете себя? А вот, крейг анетичный воду, бл... , Крейг анетичный воду, бл... Их надо было бросьгать за плетьми... Как твой канал называется? Нет, я не веду стримы, никакие видосы не снимаю. А, ну антураж такой, как будто ведёте. Ну так, зашёл просто отмечивать, делать реакцию. Ну окей, как дела в подливках? Мы с вами общались. Ну я же говорил, что общались, да. Я помню. А, у вас проектора нет. Всё, вы просто всё время с проектором сидели, я забыл. Ну да, ну я когда как сижу, да. Да, да. Меняют диспозиции. Понятно, нормально всё в подливках. Понятно, ну ладно. Есть всякие вопросы, нет? Да и нет. Всё уже понятно. Ну да чём, мирного неба. Заходил на канал мой, нет? Да, я же говорю, заходил. Молодец, молодец, да. Очень много интересных диалогов на самом деле. Спасибо, давай пиши комменты. Пожалуйста, хорошо. Мы свои лайки ставлю. По существу, есть вопросы. На личные вопросы не очень интересно отвечать. Под запись для канала идёшь. А что тебе, а что тебе интересно? Чем интересует это? Ну я интересуюсь ингибированием в гетерогенах и гомогенных средах. Ну ты вряд ли на это будешь беседовать. У тебя какие есть вопросы? Да нет, иди, иди. А ещё одно ведь слово я слышал. В каких средах ты живёшь? Да не, я живу. Ладно, у тебя есть вопросы интересные? Ну, интересный вопрос. Знаете, какой? Какого цвета ромашки? Бикалорные. Бикалорные? Нет, они белого и желтого цвета. Ну, это называется бикалорной на будущее. А за себя он был совсем не разговорник. Да дураковаляне. Разговаривать, разговаривать. Он так говорит, что они. Почему же тогда в утилитарном государстве? Правильно, утилитарное государство. Правильно? Великобритания – утилитарное государство. Германия – утилитарное государство. У них есть один... Конноция тысячелетерских? 13% не шло Hippie – на rhino. В соединённых штам hearts with a division of imperialistация? Федерация. Федерация безопасная эта война… Вот, в соединённых штах федерациях основных в зале высchet ¡ER! Да. Теперь тогда в карты всплываются. Соединёнными соединённых штатах – это федерация? Вот. Вот. Повыдем всегда, за лунды и плутя. И сниться на нежелка космонема, Жене-это ледяная синяя. А сниться на кремах, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Уровень интеллекта у Миколы Рушницы, на самом деле это Геннадий Хазан, по-моему, как его фамилия, это уровень интеллекта креветки из Озовского моря. Субтитры создавал DimaTorzok Без лишнего шума узнай, кто сейчас здесь стримит. Зарабян, первый секретарь Армении, первый секретарь обкомов Камчатского, Белгородского и Волынского. Воробьёв из Краснодара приедет завтра. Ага, вот с ним и Зарабяном завтра и... Совместный стрим. Это очень опасно. Хохлов и Лёня пока тоже держи на прицеле. Они могут переметнуться и нас подставить. Аркафрусский был. Мы сделали украинским угломом и ночлением. Мы таясь. Да, да. Украина, который... О, всё же. Группа кромичка. Не надо испытывать наше терпение. На любой выбор. У нас есть консольный ответ. Вплоть до самых крайних мер. И я хочу напомнить горячим головам под оранжевыми снабёдами. От Хайкова до Гиева 480 километров. А до границы с Россией 40. Давай, страна огромная. Давай на смердный бой. С нашим силой днёмною, с оранжевой чумой. Субтитры сделал DimaTorzok